Автоприцеп Дача 375 модель 8120А Ростовского вертолетного завода, произведенный в 92 году. Выпускались они приблизительно с 87 по 96 годы. Автоприцеп предназначен для эксплуатации в качестве временного передвижного жилища для 4 человек. Создает в путешествии автотуристам комфортабельные условия для отдыха во время стоянок. Автоприцеп может эксплуатироваться во всех климатических зонах СССР при температурах окружающего воздуха от 40 до минус 5 градусов. В нем не было предусмотрено никаких обогревательных установок. Буксировка автоприцепа допускается по любым видам дорог, кроме грунтовых дорог с глубокими колеями. Размеры прицепа по паспорту с дышлом 5 метров. А так длина 3,8 метра, ширина 2 метра, внутри 1,9 метра и высота 2,4 метра. Масса снаряженного прицепа по паспорту 660 килограмм. Это вместе с заправкой питьевой воды и с газом, и с инструментом. Рама здесь неразборная, выполнена из алюминиевых профилей. Прицеп красился уже до меня, то есть это не заводская окраска. Вот такие вот четыре стальных домкрата здесь. Подвеска независимая, на продольных рычагах, маятниках с использованием деталей передней подвески УАЗ-2101. С двумя пружинами и двумя амортизаторами. Также тут имеется инерционный тормоз наката. Задние тормозные механизмы от УАЗ-2101. И стояночный ручной тормоз с тросовым приводом. Кузов здесь несущий, разборный из отдельных трехслонных панелей. Вот он, вот такие вот места стыка. Каким-то образом он разбирается. Ну, то есть собирался, видимо, так на заводе. Панели, получается, алюминиевый сэндвич с пенопластом внутри. Толщина 20 миллиметров. Мебель вся здесь приклепана. И она не несущая. Ее можно полностью убрать. На жесткость конструкции не повлияет никак. Двери из двух частей. Окна раньше здесь были двойные из оргстекла. Сейчас они все заменены накаленные, как в автомобиле. Ну, вот по интерьеру. Сейчас заглянем. Пока коврик временно постелил. Хожу здесь. С передней части. Вот здесь, получается, в передней части два дивана. И можно поставить два стола. Один вот здесь большой стоит. Один вот ставится на вот это место. Вот сюда. Но его также можно и назад вот так поставить. То есть тут можно... Столы в трех местах можно поставить. Вот. Соответственно, стол этот трансформируется. И получается здесь вот спальное место. Метр девяносто. На метр девяносто. Это как на троих. Вот. Здесь, значит, была тумбочка под телевизор. Я ее взвешивал на весах. Тут показ. Которая 4 килограмм, по-моему, с лишним она весит. Здесь такой шкаф. Как будто для... Вот эта часть, она снимается. Как для магнитолы. Мухонный блок с мойкой. Газовой плитой. И вот эта вот ниша. Это ниша для... Для холодильника. Но сейчас у меня пока тут канистра стоит с водой. И помпа. Вот такая яхтенная. Нажимаешь, и вода идет. Все просто. И работает. Не требует никакого электричества. Ну, здесь, значит, у нас полка. Здесь можно всякие... Лекарства положительные, не знаю. Приправы. Такие вот шкафчики. Они все, получается... Вот это все из алюминия сделано. Вот эти вот крышечки. Это все, как говорят, все вот алюминий. Все вот на клепочках. Ну, минимум здесь болтовых соединений. Здесь все вот как на... Не знаю, как в авиационной промышленности. Ну, есть футболки там какие-то. Вот видно, и что... Что он там держит. Вот так в основном вот клепочка. Вот здесь вот, да, видно все. Все проклепано. Вот этот газовый конвектор. Ну, его уже поставил предыдущий владелец. То есть он на 2 киловатта. Не требует никакого электричества, ничего. То есть работает просто от газа. В принципе, штука удобная. Я его подключил к общей линии от газа. Газ у меня в рундуке. Покажу чуть попозже. Вот по кухонному блоку еще что хотел показать. Но здесь получается такой шкаф. Ну, какая-то полка для таких. Для кастрюли. Здесь такой вот блок. Для посуды мы, не знаю, его приспособили. Здесь у нас ложки-вилки, отсек. Здесь вот даже такая вот штука есть, как плед. Разделочная доска. Ее, в принципе, можно полностью вытащить. Можно и так пользоваться. Здесь еще шкафчик такой вот. Потому что там посуда у нас. Пока не стали выкладывать тарелки эти все. И вот такие часы тоже все работает с таймером. Там поставил тупиток. Две минуты включил. Все, будет пищать громко. Все, включу. Цвет вот такой вот работает тут тоже. Вот такие, конечно, выключатели не очень аккуратные, но это родные. Весь этот свет работает. Так, ну в задней части, в задней части у нас еще одна получается такая раковина. С зеркалом. Тут какие-то еще вот ниши. Полочки. Ну, чем-то мы уже заняли. Здесь тоже вот можно что-то положить сюда. И вот такой шкаф сзади еще стоит. Это платяной шкаф. Большой такой. Вот. Ну, мы потом переделаем. Здесь хотим поставить холодильник. В этом шкафу. И вот тут еще один шкафчик такой. Я его занял так под всякие разные электрические штучки. Вот. Вот этот модуль, да, еще здесь получается. Там шкаф. Просто из-за того, что этот стол стоит, я его не хочу сейчас убирать. Пожалуй, ну вот. Тут два шкафа вот там. И тут. Я думал, что от этой части мы не хотим отказаться. Здесь поставить просто туалет. И здесь будет такая шторка. Ну, она здесь, в принципе, и завода предназначена, ну, подразумевалась. И вот перекроет. Будет такая оборуженная часть для дня. Вот. Люк. Люк пластиковый. Вот. И он уже такой, ну, от солнца, весь от ультрафиолета потрескался. Ну, его никто ничего не переделал. Он родной работает. Все. А эти все стекла, да, они все каленые. Ну, все хорошие. Свежие уплотнители тоже все заменили на новый. Поставили. Ну, окна, естественно, все открываются. Вот. Ну, да, еще вот тут вот рундуки. Получат под каждым сидением. Ну, там пока мы еще их не заняли ничем. Но потом со временем разложим туда вещи. Здесь. Здесь раньше трансформатор стоял. Но. Наверное, буду ставить туда аккумулятор. Пока еще не делал. Пока вот так свет работает. Как бы вот. Аккумулятор, который я поставил просто в рундук. Еще в задней части. Здесь ставятся такие вот носилки. Ну, вот сюда. Перегородка, так, ну, как этот перекладина. И на нее ставится. Здесь. В общем, здесь можно заднее спальное место для ребенка еще организовать. Ну, то есть, оно как бы с завода здесь предназначено. Вот. Сейчас покажу еще, как здесь работает вот эта вода штатная была. Как работала. То есть, здесь вот такая вот канистра получается. Она тоже алюминиевая полностью. Плоская, видите. Такая вот. Десять литров она. И получается, она вот тут вот подключается. Открывается краник. Я не буду сейчас открывать. Потому что у меня там она не подсоединена. И со второй мойкой. И вот вода сюда поступает и сюда. А как вот эти, ну, как открывать воду, да? Это, если вот так вот, она закрыта. Если ты открываешь воду, и там получается, как бы, такая система открытия, ну, закрытие, то вода начинает течь. Здесь все очень просто получается. Здесь точно так же. То есть, убрал его сюда, все, он перекрывается таким образом. Ну, это так было. Изначально, сейчас-то я от этой системы отказался. Вот, просто ножную помпу вот эту поставил. Мне кажется, так более практично. Вот. А наливать воду, соответственно, да. Снял канистру. Налил сюда, поставил обратно. Выключил. Цвет тоже все работает. Как бы не супер яркий, но можно. Заморочиться, помощнее лампы поставить диодные. Будет нормально. Так, ну, вот передний рундук. Здесь у меня. Ну, еще раз. Вот передний рундук. Здесь место под два газовых 5-литровых баллона. Один через редуктор у меня как раз подключен. Это газоснабжение в домике. Ну, плита. И обогреватель. А вот этот рундук я буду использовать для гриля. Сделаю здесь в рундуке. Снизу вывод. Под этот шланг. И просто буду гриль тут рядом ставить. Что-то будем готовить. Аккумулятор я, конечно, пока временно здесь поставил. Надо будет внутрь заносить. Но он пока так работает. Аккумулятор я буду готовить.